но как вы думали вас интересует и секс с последствиями и террористическая деятельность выберите что-то одно что будет у них тюрьме но не будут отдельные камеры у обоих да я сейчас на общественной территории на лечной площадке титулеску 57-3 53-3 53-3 титулеску 53-3 пред какой подъезд последний подъезд ну здесь вам не звонят они пришел за ерунда такая григорьчук павел поставьте чайник угостите ребят кофе ну меня тогда угостите ну в конце концов рассказываем историю что здесь происходит господин сегодня утром пришел себе домой когда я пришел я обнаружил здесь кучу людей из полиции прокуратуры они взломали мою дверь без там понятых без там кого-либо без меня начали обыск без адвоката там вообще без никого не знаю даже не знаю что это политический заказ плохотника здесь все понятно дальше как вы узнали как вы сюда приехали как на общественном транспорте как вы узнали что у вас проводится я пришел домой а если вы не пришли домой ну я не знаю но пришли здесь арсенал оружия вечером пришли здесь полиция арсенал оружия прокуратура два танка 8 бронетных спортёров одновременно сейчас проходит только что публика передала что я говорил вот по вашей трансляции это не заранее я узнал сегодня утром не позвали сказали влада позвонил это супруга михаила мебеда сказал что у него приходит обыск значит вы знали что у вашего знакомого проводят обыске в каких отношениях вы с господином аминбергом нормальных приятельских и товарищеских отношений так вот михаил аминберг есть там видео в интернете как он служил в армии он был там офицером по контракту служил он там занял там первое место по стрельбе национальной армии республики молдова то есть он профессиональный стрелок то есть зарегистрировано оружие как у многих других людей которые если там они хотят иметь желание не могут иметь совершенно легально какую-то дочь он дослушался до репортажа с позволения спасти господи журналист когда публики как я говорил они так и передали что вот у него нашли арсенал короче там и так далее просто специально нагнетает обстановку перед выборами стали считанные дни нужны экстремисты ежедневно с ними борются борются нужны какие-то кадры это там маски-шоу вот нашли вот теперь у плохотнюка там баннер вот этот экстремизм будет уже там не просто тогда не голословный он оказывается у нас экстремизм дальше он не мог на позитиве подожди вы уходите с политической декларации давайте полу а потому что это политическое дело теме дня вы пришли домой нашли взломанную дверь и вот нашел здесь прокурора огромное количество людей как то есть прокуроров что вам предъявили у нас прокурор по фамилии ричан на родственник он или однофамилец другого известного ричана вот он мне предъявил значит то же самое что мне просто распределили вот еще раз еще раз объясните прочитайте что попытку там дестабилизировать ситуацию в стране значит что я якобы руковожу какой-то криминальной группировкой которая координирует в общем бред полный я это объяснил в фейсбуке уже выставили в фейсбуке есть то есть любопытные могут открыть ваш профиль в фейсбуке и прочитать это просто бред бред сивой кобылы не ну давайте не без бреда давайте только фактами фактами и я бы хотел найти пара губе а меня вот в этом обвиняют кроме вот этих лживых манипортажей с целью манипулировать население как вы думаете а может быть провокация такого рода что у вас не было вскрыли дверь туда положили двадцать тонн взрывчатки которые вам если если у сотрудников органов вообще нет вообще никакой совести нет нет это совесть эта категория я не думаю что они уже нужно на такое готовы пойти мало того что исполняет там политический заказ так уже если это боя подбрасывать подбросит покажу по телевизору и люди будут люди поверят то что действительно но они намеренно там те кто значит срежиссировали этот спектакль это шоу они намеренно именно поэтому обыскивают еще у амерберга михаева то есть зарегистрировано оружие почему сейчас но в репортажах каких-то да в сми вот это в этих пропагандистских репортажах которые лохотниковские медиа информируют там оболванивают население они естественно опустят что она зарегистрирована и просто покажет там оперативную съемку или даже там публика заснили там максимал то ли совершенно за лицами несколько столов ли каких-то есть законы я знаю почему же остановлено павел почему приостановлен область обыск приостановлен я потребовал остановить я имею право на два часа остановить пока приедет адвокат единственно адвоката там пока время поджимает он не может ведет и другие дела не может павел какой какой смысл приостанавливать обыск если квартира была вскрыта ваше отсутствие в отсутствие понятых свидетелей но я уже могли положить все что хотите я шел я имею такое право я приостановил пока приедет адвокат если он успеет приехать сюда если он успеет мы вынуждены будем без него там продолжить обыск но в том случае он потом приедет в прокуратуру или где там будет продолжаться это следствие допросы не знаю что он у меня с ним есть контракт и адвокат так иначе приедет если он сюда не успеет без занятости своей но я воспользовался просто своим законам остановить обыск если успеет адвокат приехать хорошо не успеет вы сказали что он приедет что подали документы в министерство юстиции вы регистрируете его его старается называть которые treadmill никого же называют как медиа фторе я появляюсь членом антифашистской организации выявляйте не ассуществующей организацией ну да ну как и существует geometри формальна папа не IBM США и я не вижу ничего преступного архи фашизм они фашизм это не преступление в нашей стране преступления тут ваши близь наши нетом очень жаль нашу сторону вспомните 33 34 37 год гермо-фашистская германия как раз были по румынской оккупации можно не надо каждый воспринимает по своему историю давайте не будем делать если вдруг нежданно-негаданно вы идете в свою квартиру найдете там запрещенные предметы которые припишут вам я не думаю что такое будет потому что если они настолько вы слишком хорошо если настолько они а зачем было вскрывать дверь когда вас нету дома ну я надеюсь на то что они просто думали что я дома и боишься я не поэтому открыли потому что есть хотя бы хотя бы какой-то нормально позвоните определить по геолокации где находится телефонная трубка владельца видимо я не настолько все-таки не такой уж прям экстремист чтобы меня там геолокации искать все-таки подмечен вы признаете что вы мелкий экстремист по их по их вес я не настолько важный экстремист можно даже меня искать нам по спутнику по геолокации можно просто пойти взломать я надеюсь что хорошо скажите вы просто думали что внутри вы подали заявление в минюз регистрация организации еще раз как это называется социальный форум молдова будьте верны озвучьте для наших телезрителей цели и задачи которые описаны в уставных документах это защита прав человека это защита какого человека людей вообще людей это защита защита там прав трудящихся защита свобод это борьба с радикальным национализмом мы выступаем мы критикуем неолиберальную систему которая сегодня создается в мире да вот это наши то есть у нас такие левые социальные позиции там коммунистического современного коммунистического толка в таком случае я видел одну из ваших не газет я даже сказал то листовочка двухстраничная почему вы на ней критиковали такое левое направление в нашей политике как партию социал-демократическую партию потому что это спойлера ну вот даже неизвестно спойлер спойлер это изначально было понятно что блок который создали тихо говорите во вторых совершенно непонятно раз вы декларируете одни цели и боретесь с такими же как вы что-то у меня дожила какие социал-демократы вообще левый давайте какой шарин левый мы сейчас так договоримся что там и плохотнюк левый уже ходит его демпартия входит в этот социнтел он тоже не кстати не в одном организации международной если там кто-то крепит к себе какой-то ролик это означает что он к нему относится то есть вы такой общественный разоблачитель который разоблачает всех и справа и слева в политическом спектре вы подошла свое мнение нет вы не имеете право выражать свое мнение потому что вчера прямом эфире интересно чтобы начни сказать правозащитник олег брега он возмущался по поводу того что в общественных местах нельзя выражать свое мнение ну так считает власти и препятствует выражение собственного мнения который не нарушает общественный порядок не нарушает конституционные нормы норм органических законов в общественных местах поэтому наверное вы немножко перегнули палку и решили проявлять такую повышенную социальную активность там где она не должна быть проявлено что вы на это скажете ну это наверно ужасное преступление проявлять какую-то общественную активность значит вы признаете что это преступление ну я не признаю по их мнению я бы вообще отменил интернет в этой стране потому что он мешает зомбировать людей интернет и мобильные телефоны надо отменить передайте привет пожалуйста генпрокурору и расскажите о тех событиях которые произошли на лестничной площадке и на лестнице подъезда в котором вы живете сегодня в данном случае сделайте более-менее лаконично профессионально для генпрокурора гурина в общем я сейчас конечно от эмоций вот сейчас уже что может сейчас это сможет и вы все эмоционально вы напрягитесь вы соберитесь пожаре тугорина хочу передать что вот то как сегодня происходит с абсолютно невиновными мирными людьми каких как используют его структуру которую возглавляет в в том чтобы оболгать людей в том чтобы манипулировать населением для того чтобы проголосовали за его босса и партию который его возглавляет ввиду плохотнюка да вот он за это будет отвечать он будет отвечать гурин да я и раньше считал что он будет отвечать на тебе он как бы но меня лично тронул уже мой личный такой оппонент не сильно сказать больше подождите во всяком случае я буду прилагать все усилия для того чтобы он сидит я сидит и бурен сидит тихонечко у себя в кабинете а будет в тюрьме сидеть подождите гурин сидит у себя в кабинете и то что его подчиненные нет павел извините то что его подчиненные нарушают закон это не означает что гурин должен нести за это ответственность я думаю что как раз таки курин по степени но важности который был сегодня в плохотнюковских сми этому церкву под названием борьба с экстремизмом мифическим каким-то экстремизмом да потому что как раз таки он тогда и курирует учитывая постели а если он курирует он будет за это отвечает но вы это это доказать не можете поэтому ваши обвинения сейчас я бы я бы его наверное отправил если у нас там в тюрьмах какие-то такие цеха где где делают замки для дверей вот я бы туда его отправил пусть ремонтируют мне бы сейчас кстати не помешало ну вы отправить не можете отправить тюрьму может только суд ну я сделаю так что буду прилагать все усилия вот после сегодняшнего вот просто первый был обыск второй обыск ну вообще уже крышка ну поверьте вас сейчас генпрокуратуре смотрят в прямом эфире поэтому давайте без угроз просто 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 задайте вопрос давайте я тогда за вас задам вопрос господину горину господин горин поговорить из господиной пинте который только что по телефону проконсультировал и сказал что это нелегально когда прокурор дает приказание дает приказания специальным отрядом министерства внутренних дел и они не должны выполнять эти приказания но так как ребята в камуфляжной форме выполняют приказание прокурора выполняют нелегальные приказания прокурора это означает что они нарушили закон а прокурор превысил свои должностные полномочия и теперь что делать нам с этим прокурором что делать с этими ребятами которые на уровне эмоций на уровне подсознания вместо чтобы выполнить приказание своего прямого руководителя работника мвд своего прямого начальника они выполняют приказание человека который по определению не может отдавать приказания господин иригорчук напомните пожалуйста фамилию прокурора сейчас мы это делаем как ричан ричана у ричана есть фамилия или есть имя посмотрите там должно быть игорь герман это офицер мвд ричан без имени это прокурор который отдает преступные приказы и это не имеет значения поэтому не ищите аналогии там где их нету или не может быть и вот интересно сколько времени после того как гурин уже знает об происходящих событиях нужно ему для того чтобы позвонить и задать вопрос своим подчиненным которые послали этого прокурора ричана осуществлять противоправные действия против мирных граждан граждан республики молдова у меня нации